Я представляю интересы граждан, которые мужественно пытаются бороться за право заниматься спортом и развивать физическую культуру и спорт среди граждан. То, чего не хочет делать мэр Болотов вместе с губернатором Кобзевым. Декларативно заявляет, но при этом реальных мер, как видели по примеру стадиона «Пионер», к сожалению, не принимает. И эти граждане пытаются с декабря месяца попасть на личный прием к Болотову. Для того, чтобы ему предложение высказать, каким образом можно, не нарушая закон, оставить спортивное сооружение в муниципалитете и реализовать программы «Спорт. Норма жизни» и федеральный федеральный программ «Демография» и все остальные подпрограммы. Но, к сожалению, с декабря месяца никак не могут быть. Из различных организаций, в том числе через приемную «Единой России» инициативная группа не добилась результата. И после настойчивых требований о встрече все-таки было предложение от Войцеховича встретиться, переговорить. И шли туда на встречу с расчетом на то, что руководитель аппарата, Войцехович, расскажет, каким образом мы сможем попасть на прием к мэру Болотову. Потому что хотелось услышать его мнение по стадиону «Пионер», во-первых. А во-вторых, Войцехович уже давал ответ гражданам инициативной группе. И поэтому ее личное мнение не было интересно. А было интересно все-таки, каким образом она, как руководитель аппарата, сможет организовать встречу. Эта встреча Войцехович проявила обычной чиновнище якобы непонимание того, о чем мы говорили. На мой прямой вопрос, согласна ли администрация принять меры, установленные законом, чтобы сохранить стадион. Она сказала, что не понимает вопроса, поэтому встреча была прекращена. После того, как мы вышли со встречи с Войцеховичем, было принято решение понудить мэра Болотова путем подачи судебного иска, выполнить требования 59-го закона об обращении граждан и все-таки организовать личную встречу с инициативной группой. Иск был подан на этой неделе. И суть иска в том, чтобы признать незаконным бездействие мэра Болотова, который без уважительных причин не желает встречаться с гражданами, которые хотят ему донести свое видение разрешения ситуации по «Пионеру». Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что Болотов не хочет встречаться с жителями, я это могу ответственно говорить, он не хочет, он избегает этих встреч, потому что вопрос по стадиону «Пионер», он достаточно простой с юридической точки зрения, как его оставить, но достаточно непростой для Болотова с учетом того, что там, на этом участке, есть коммерческие интересы, и, безусловно, мэр Болотов не заинтересован встретиться с гражданами и не заинтересован, не хочет в том, чтобы оставить этот стадион как спортивное сооружение для того, чтобы граждане могли заниматься беспрепятственно физической культурой и спортом в рамках тех программ, которые имеют место быть у нас и на которые выделяются федеральные и муниципальные деньги для того, чтобы эти программы реализовывать. Но у нас, повторю, я эту фразу говорил, одной рукой администрация Болотова распродает спортивные активы, а другой рукой просит у федерального центра денежные средства на то, чтобы строить спортивные сооружения и якобы выполнять программу по оздоровлению населения. Вот такая печальная история имеет место быть, и, к сожалению, кроме судебных перспектив, больше достучаться до мэра Болотова не получается у граждан. Продолжение следует...